Итак, добрый день, дорогие друзья! Всем добрый день! Мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать ту константу, то постоянное, что есть в мире. Всем шалом! Бодертов, Максим Перенчук, Бодертов, шалом! Доброе утро! И мы продолжаем наше самое важное в жизни занятие постигать вообще, что важно, что не важно. У человека мозг, интеллект, он все время включен на постижение, на то, чтобы что-то узнавать, понимать, принимать решения, узнавать, понимать, делиться, общаться. То есть мозг человека, он не останавливается ни на секунду. Даже ночью происходит обработка того, что ты днем узнал, постиг, услышал. Ночью, у меня вчера, например, была одна вещь, меня сильно впечатлила. И мне сегодня снилось, на эту тему целая пошла разворот такой, знаете, целая такая, как фильм такой, да, на тему, которая включилась той информацией, которую я вчера узнал и впечатлился. То есть есть какая-то информация, ты узнаешь, и она не впечатляет, а есть информация, которая ты ее узнаешь, и она как семя такое, как семена, бах, и начинает внутри прорастать в мышлении, включаться и так далее. Причем интересно, что чем более эмоционально заряжена какая-то информация, тем большими такими она кустами расцветает. И что еще более интересно, мы это уже учили несколько раз, что вот в пятнадцатой главе, давайте сейчас пятнадцатую главу открою, сейчас это у нас шестнадцатая, вот пятнадцатая глава. Был такой отрывок в пятнадцатой главе, сейчас я вам скажу. Значит, он был такой, что... Вот, сейчас, 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 секундочку, сейчас я найду. Смысл был такой, что... Сейчас, вот. Смысл был такой, Ора Хаим, это был два четвертый отрывок, пятнадцатой главы. Ора Хаим ли мало ли мастиль. То есть, путь жизни вверх для благоразумного, для того, чтобы сурмиши аль мата, чтобы не спуститься вниз. То есть, вверх, когда ты учишь штору, когда ты учишь какое-то полезное знание, это обычно тяжело, и оно так не впечатляет. А вот всякие такие вещи, которые тянут человека вниз, они намного легче, намного легче. Вот, катиться под горку, есть такое выражение, на гору лезть тяжело, а катиться вниз легко. Хорошо. Значит, вот это была пятнадцатая глава, а сегодня мы начинаем шестнадцатую главу. Начинаем шестнадцатую главу. Все, поехали. Виктор Кричков и Симферополя с нами. Просит Ирина, чтобы я на полчаса раньше начинать урок, значит, на работу опаздывать. Нет, Ирина, я не смогу. Не надо на час опаздывать на работу. Вставайте с места. Лучше, но я в десять буду урок проводить. Я не буду, меня и жена просила в другое время проводить. Нет, десять часов у нас уже стабильность. В десять мы проводим. Как-то подумайте. Смотрите в записи, может быть, или в записи. Вот всегда же можно в записи посмотреть. Хорошо. Значит, шестнадцатая глава. Шестнадцатая глава. И говорит нам царь Соломон. Говорит нам царь Соломон так. Леадам мархей лев. Умеашем маанэ лошон. Значит, для человека пути его сердца. И от Бога ответ его языка. Значит, как это работает? Мы учили уже, помните, по-моему, в третьей главе есть такой отрывок. Он очень часто, я его использую. Вообще, он очень часто используется в Торе. Это одна из таких вот идей центральных. Ну, для меня лично, одна из центральных идей мировоззрения Торы. Значит, звучит эта идея так, что работ Махшивот Белев Иш, много замыслов, много мыслей в сердце человека. Значит, замысел Всевышнего, он реализуется. Так звучит эта идея. Значит, человек, ученые посчитали, что у человека в день всплывает из подсознания в сознание от 50 до 70 тысяч мыслей. Примерно одна мысль в секунду в течение бодрствования всплывает у человека в сознание. Значит, сидит человек, думает, так сделать, так сделать, то сделать, в 10 урок начать, в пол 11 начать, в пол 10 начать, что делать дальше, что не делать дальше. Сел телефон. Что делать дальше, что не делать, ну и так далее. Теперь, значит, у каждого человека есть множество замыслов в сердце человека, но замысел Всевышнего, он исполнится. Теперь здесь нам, это мы раньше учили, теперь в 16 главе что это значит. Человеку принадлежат пути его сердца. Все твое мышление, все мое мышление, все мышление Ольги Литовченко, оно внутри нее. Валера Гавриков тоже мыслит постоянно и у него, значит, как и у каждого человека внутри полная свобода мыслей. Мысли о том, мысли об этом, мысли как ты хочешь, твой выбор, что для тебя важно. Ты сам определяешь, что для тебя важно, что не важно, какой порядок у тебя иерархия ценностей, как ты называешь себя. Да, вот я сейчас, когда разговариваю, например, с детьми, вот у меня дочка говорит, я ненавижу этот сыр. Я говорю, смотри, ты можешь сказать ненавижу, можешь сказать не очень люблю. Это же идея та же, что ты не очень любишь этот сыр. Но если ты скажешь 10 раз подряд, я ненавижу этот сыр, то вот эта сама фраза, я ненавижу, она у тебя внутри прорастет какими-то уже последствиями, да, ненависть, ненавижу и так далее. Лучше не пользоваться такими словами. Но если ты хочешь передать, что тебе в данный момент этот сыр не очень приятен, то если ты запомнишь фразу, я не очень люблю этот сыр, то у тебя внутри как цветок такой, да, я не очень люблю. Есть очень люблю, есть не очень люблю, есть просто люблю. То есть что лучше, чтобы у тебя внутри было люблю, очень, не очень люблю или я ненавижу, там ненавижу, сдохну сейчас, ну и так далее. То есть есть люди используют ужасные слова иногда, разговаривая с собой. Причем многие слова и выражения, которые мы используем в разговоре с собой во внутреннем диалоге, эти многие слова и выражения, они пришли к нам из детства, из фильмов, из каких-то выражений и так далее. То есть очень важно научиться свои мысли контролировать. И в этом есть свобода выбора человека. Но окружающий мир, мир, в котором мы живем, мир, в котором мы живем, он нам не принадлежит. Это факт. То есть Бог установил законы природы. Есть закон всемирного тяготения, закон сохранения энергии, законы взаимодействия кислорода там с кровью. То есть все уже в этом мире запрограммировано. И тот, кто эту всю программу создан, вот эта природа, это Бог. Есть такое слово, что на иврите элоким, всесильный. Это собрание всех сил, всех законов. Это называется элоким, природа. И слово само атева, природа, это все одна и та же дематри, одно и то же цифровое значение. То есть получается, Бог всесильный, хозяин мира, он этот мир уже создал, запрограммировал. Этот мир работает по абсолютно четким законам, которые вот, это законы, законы природы, законы, прям все по закону. Каждая молекула знает свой путь, каждый атом знает свой путь, каждый электрон знает свой путь, там, ну и так далее, и так далее. Теперь, значит, природа это Бог, да, он установил всесильный. Теперь, если природа нарушается, например, как было там расступление Красного моря, 10 казней в Египте, значит, это Бог, создатель мироздания. Он вошел в то мироздание, которое он же создал, и он меняет законы природы, делает чудо. Но это тоже Бог. То есть, что природа это Бог, что вне природы это Бог. А что человек? Человек, он внутри, у него есть свобода выбора, что думать. Верит он в Бога, не верит он в Бога, молится он Богу, не молится он Богу, просит у Бога, не просит, соблюдает заповеди, не соблюдает. Как он называет себя, как он себя определяет. Все вот эти вот мысли человека, это его свобода выбора. Вот тут он свободен полностью выбирать внутри себя. Но когда он начинает говорить, то есть, он уже совершает действия, да, его мысль, она выходит уже в мир реальности, в мир, который управляется Богом. И когда эта мысль выходит в окружающий мир, в мир действий, тогда это уже от Бога. Все это уже тогда, вся вот эта сфера, она регулируется полностью установленными божественными законами. Вот то, что в первом отрывке нам сказали. Человеку принадлежат предположения его сердца, то есть, Леодам Мархелиев, человеку внутри, все пути его сердца, все его слова, определения, убеждения, ценности, во что ты веришь, во что ты не веришь. Все это твое, лично каждого из нас. Но когда ты начал действовать, дождь это уже от Бога, дождь от Бога. А вот отношение к дождю, это уже Елены Котиной личное. То есть, Елена Котина, она может определять внутри, как она к дождю относится, как она дождь называет. Она может назвать дождь Рейном, может назвать дождь Гэшемом, может назвать дождь, как она хочет назвать. То есть, но дождь от этого будет продолжать идти. Теперь, а как она, то есть дождь от Бога, но когда она уже сказала, шалом, у нас дождь, то она уже попала в систему Фейсбука, то есть уже она, Елена Котина, она попала в некую настроенную, выстроенную систему, которую управляет Цутерберг. Цутерберг, он так построил систему, что когда Елена Котина написала шалом и поставила там какой-то значочек, появился зонтичек, у нас дождь, палочка, то есть этим она уже не управляет. Она выпустила свою идею, а дальше эта идея, она уже идет по законам, которые установил в данном случае, Фейсбук работает по законам Цутерберга, но весь этот мир, включая Цутерберга, работает по законам Бога. Вот то, что нам царь Самон сообщил в первом отрывке. Понятно, да? Второй отрывок. Коль дар кей иш зах бейнай, бейнав. Значит, все пути человека чистые в его глазах. Ве тохен рухот ашем. Но тохен это как мифхан, тохен это как проверяет, проверяет рухот, это души, намерение, вот так, намерение, Бог. Значит, давайте еще раз разберемся. Значит, есть у человека, его вот эти вот мысли. Мы определились, что в первом отрывке, что мысли человека, мышление человека, это его собственный выбор, свобода. Ле, ле, адам, архей, лев, для человека, свобода сердца. Работа, макшевод, бле, лев, иш. Много замыслов в сердце человека. Мышление человека, это его свобода выбора. Теперь, и дальше нам во втором отрывке сообщает Царь Саламон следующую вещь. Что все пути, которые человек для себя придумывает, они чисты в его глазах. Зах Баенов. Я специально в описании, я привел ссылочку на воровские понятия. В Витипеде есть целая страница о воровских понятиях. То есть, целый воровской преступный мир. У них есть четкая система законов, в которых написано, быть надо честным, почитать надо мать, почитать надо родителей. Там очень, ну где-то процентов, наверное, 80, может 70, может 50. Это понятия, которые соответствуют мировоззрению добра, торы, света и так далее. Дальше есть там процентов 50, это идти против милиции, против власти и так далее. Тоже можно понять, потому что в советское время вот эта милиция, власть, это была карательная система, которая подавляла, ну то есть, они столько убили людей, столько сделали зла, что как бы тоже вроде бы идти против них неплохо. Так что получается, воровские понятия это круто? Вторая часть отрывка. Ветухенрухоташем. Но знает намерение Бог. Он понимает, какие намерения у тех, кто внедрял эти понятия. Или у них намерение действительно свет, добро там и освободить людей от гнета власти. Или у них намерение украсть, задушить там, ну и так далее. То есть, только Бог знает намерение человека, и мы должны знать, что Бог намерение знает. В Каэлите, в Экклезиасте, мы учили в конце, в самом, там написано так, что совдавар, сказал царь Солмон, в конце концов, околь нишма, все понятно. Это лати мера, Бога бойся, это главное, Бога бойся, митсватав шмор, заповедь его соблюдай, помни и соблюдай. Тизе коле адам, в этом весь человек, для этого человек пришел в этот мир. В Экколь давар, ашем явили мишпад, и каждую вещь приведет Бог, ле мишпад, на суд. Он каждую вещь, каждый поступок, он будет просмотрен. Гам то, вэ гам ра, и хорошее, и плохое. И каждый хороший поступок, и каждый плохой. Спрашивается, ладно, судить за плохое, понятно. Бог сказал, это делать нельзя, понятно. А чего он должен судить за хорошее? Как раз вот здесь сейчас мы видим ответ, что Бог, он проверяет намерения. Потому что иногда можно сделать хороший поступок, но с намерением плохим. Например, человек дает сдаку, выполняет милосердие, прям вообще выполняет заповедь, дает он сдаку. И говорит, вы знаете, вот я как вам помогаю, там, вашему фонду. Вы меня познакомьте, пожалуйста, с другим, который вот у вас тут в управлении фонд, ну, который тоже дает сдаку. Познакомьте меня с ним, я хочу с ним там какое-то дело замутить. То есть его намерение было не дать сдаку, а его намерение было познакомиться с тем, кто тоже дает сдаку, для того, чтобы с ним сделать какой-то бизнес-проект и так далее. Внешне он дает сдаку, делает классное дело. Намерение его было на там 99,9% это служение себе и своему эго, своему я. Это то, что как Бог проверяет намерения. Другой поступок, например, какой-нибудь там тот же вор, да, он идет воровать. Он идет воровать, но он идет воровать и думает, я бы в жизни не украл. И я, как я страдаю от того, что должен украсть, просто капец не могу. Но мне там мама умирает в больнице от голода, и я должен мать спасти, даже пусть из-за этого я там свою душу, ну, согрешу, но спасу маму. И если Бог мне даст возможность, так я потом деньги верну. Так, если он так думает в этот момент, мы же не знаем, внешне-то он что делает? Он совершает преступление, но внутренне у него в этот момент может быть намерение, которое Бог засчитает кому-то за заповедь. И он ему потом поможет каким-то образом, там, не знаю, что сделать. То есть каждый человек, когда он что-то делает, даже маньяки, убийцы, которые там страшные вещи делали, один человек там убил 50 женщин, да, он говорит, а я мир очищал, такой у меня путь тяжелый, я мир очищал. Я как бы вот очищал, я же убивал тех женщин, которых там плохого поведения. Но он же маньяк-убийца. Говорит нам царь Соломон, что бы человек ни делал, коль дар кей иш зах бей наф, каждый путь человека чист в его глазах, в эту хенру хотошем, знаете, Бог проверяет сердца. Бог знает намерение, и вот это вот намерение мысли человека, это его, вот это свобода выбора, полная свобода выбора. Это сфера мышления, она свободная. Пока ты не выразил это в действии, ты можешь все здесь менять. Когда ты выразил это в действии, то уже мир пошел по законам Бога, которые в нем установлены. Вот так нам объяснил царь Соломон. Два вот этих вот отрывка мы выучили. Третий отрывок, он является продолжением первых двух, но как раз будет смысл к завтрашнему занятию повторить первых два, и третий он нам дает как завершение вот этого всего процесса, который мы начали. А сейчас мы останавливаемся. Значит, еще раз скажу, что в любом образовании, я как специалист в образовании, главное это не понять, а главное это запомнить. Потому что если ты понял, но не запомнил, так это то же самое, что ты вообще не учился. Но если ты понял и запомнил, и можешь вспомнить, тогда и в этом имеет смысл. Поэтому в обучении главное это не изучение, а главное это повторение. И мы знаем из Торы, что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому я вам очень советую, вот как делает Максим Перенчук, отлично. Он делает, выделите главное, сделайте резюме, подумайте, как вы можете это применить, повторите несколько раз. Кто хочет, вот я знаю уже несколько человек после наших уроков начали учить Тору, начали учить именно буквы, 22 буквы всего в иврисском алфавите, и они их выучили. Кто-то, вот я, например, научился печатать слепую, я те псутим, которые, те отрывки, которые мы изучаем, я их потом печатаю по нескольку раз на иврите, для того, чтобы их еще раз увидеть. И как говорил царь Соломон, что мы должны изучать Тору, и катвем аль луахлибеха, запиши слово Торы на луахлибеха, на скрижалях своего сердца. Завяжи их на горло свое, то есть объясняй их, рассказывай, говори их, произноси их, и тогда они будут управлять твоей жизнью. Все, поэтому повторите, напишите свой вывод, напишите своих три вывода, и с Божьей помощью у вас будет все великолепно. Все, удачи, успехов всем, и до встречи завтра. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова